МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кем быть? В ней мы рассказываем о востребованных профессиях нашего региона. И на тот раз героиня, десятиклассница Александра, станет медлаборантом. Кстати, школьница с медициной никак не связана, а врачей она даже боится. Похоже, ей предстоит настоящее испытание. Посмотрим? Это Александра. Девушка учится в 10-м классе, увлекается журналистикой, спортом и творчеством. Но сегодня ей предстоит стать медлаборантом. В период пандемии спрос на медицинские профессии вырос в разы. А лабораторные исследования особенно актуальны. Получить востребованную специальность можно в Тюменском медицинском колледже. Именно здесь мы сегодня и будем работать. А нашей героине предстоит очень интересная стажировка. Саша, здравствуй. Здравствуйте. Ну что, готова ты сменить белую рубашку на белый халат? Определенно. Но медицина для Саши – настоящее испытание. Девушка смелая и решительная, даже имеет спортивный разряд по самбо. А вот уколов боится. Я обходила в больнице всегда, потому что стоматологов я очень боялась. И брать кровь из вены, из пальца – это для меня как пытка некоторая. Поэтому это будет очень интересно посмотреть на эту профессию уже немного по-другому. Саша готова приступить к работе и рассмотреть профессию буквально под микроскопом. Но сначала немного теории. Саша, ты вообще знаешь, из чего стоит кровь? Вообще, я знаю, мы в школе учили, что из лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов. А ты знала, что лейкоциты имеют несколько видов? Вообще нет. Интерактивную экскурсию Саша проводит студент медколледжа Бердинских Андрей. Он участник движения WorldSkills и уже изучил лабораторную диагностику досконально. После краткого мастер-класса Саша тут же устроил мини-экзамен. Найди мне лимфоцит. Вот как выглядит. Найди сейчас мне препарацию. Я нашла. Угу, верно. С первым заданием школьница справилась. А теперь ей придется проявить всю свою храбрость. Страшно и волнительно. Обычно я, когда сама иду сдавать кровь, чуть ли не плачу. Хочу добавить, что на эту профессию обучаются только после 11 класса. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Напомню, специальность называется лабораторная диагностика. А в дипломе затем будет написана компетенция лабораторной медицинской техники. Все потому, что учебные программы очень насыщенные. Оборудование в мастерской такое же, как в лабораториях современных больниц и клиника диагностических центров. Например, у нас биохимический анализатор, причем у нас их даже 4 штуки. Термостат, ламинарные шкафы, причем 2-го класса уровня, то есть это достаточно высокий класс. Гематологический анализатор, который позволяет нам провести до 32 параметров крови за 1,5 минуты. Взятие крови мы отрабатываем на муляжах. И, собственно говоря, вот все, что делается в лаборатории, мы здесь с ними выполняем. Даже можем провести санитарно-гигиенические исследования, например, исследования молока, воды, хлеба. Трудоустраиваются студенты тоже успешно. Нередко начинают работать еще до получения диплома. Зарплата от 30 тысяч рублей. В период пандемии спрос на специалистов вырос. Областная больница номер 1, областная больница номер 2, инфекционная больница, перинатальный центр, поликлиники города Тюмени, морфо-центр. Из морфо-центра и областной больницы номер 1 мы уже приглашаем своих первых выпускников, для того, чтобы они поучаствовали у нас в качестве экспертов на демо-экзамене, в чемпионатах регионального уровня WorldSkills. Так что они у нас тоже растут. В итоге Саша узнала, чем клинические исследования отличаются от биохимических. Как расшифровать результаты анализов и с помощью каких методов проверяют на качество продукты и воду. Итак, очень интересная стажировка получилась сегодня у Саши. Не только поработала за приборами, но и сама взяла анализы крови, да, и выполнила различные исследования. Конечно, интересно, какие будут у нее впечатления, но то, что к врачу на прием в поликлинику теперь она будет идти совсем с другим настроем, будет более уверена и спокойна, это точно. Ученица молодец, все у нее прекрасно получается. Много вопросов, конечно, было. Специальность у нас очень интересная, мне она безумно нравится. Исследовать все невиданное глазу. Хочется все уже познать, выучить все, ну и далее, конечно, работать. Очень много терминов, очень много всего приходилось спрашивать и понимать, поэтому немного кипит молоск. А по поводу крови, это было какое-то испытание небольшое. Делать больную манекену тоже было немного сложно. Быть медиком, наверное, это все-таки призвание, и если есть интерес, есть желание помогать людям, то эта определенная профессия подходит вам. Освоить специальность лабораторная диагностика можно в Тюменском медицинском колледже. Абитуриентов принимают после 11 класса. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Места бюджетные. Да, медицина развивается и появляются все новые и новые направления. Вот, Город, ты слышал о новом тренде? Сейчас в тренде это персонализированная и превентивная медицина. Перевентивная и персонализированная. Я первый раз слышу вообще. Тебе еще, Егор, рано об этом знать. Вот будет 30 плюс тогда. Рано, рано. Но на самом деле это действительно медицина будущего с радикально новым подходом. К примеру, над профилактикой, лечением работает, консилиум врачей. За каждым пациентом закреплен хелскоуч. Это помощник по персональному здоровью. А вместо привычной медицинской карточки так называемая дорожная карта. А в чем еще отличие от обычного классического подхода, узнал наш коллега Владислав Сорокин. Он встретился с управляющим клиники Нексима Геворгом Мелконяном. Давайте смотреть. К лету похудеть мечтает каждый, в том числе и я. Мечтаю я об этом уже не первый год, но все как-то не получается. И поэтому в этом году я решил прийти в клинику персонализированной медицины, чтобы узнать обо всех своих проблемах. Называется она Нексима. И выясним, расскажут ли мне что-то новое о моем пузике. Георг Зорикович, здравствуйте. И спасибо, что нашли время объяснить мне, что такое персонализированная медицина. Персонализированная медицина, она жизнится на генетике, на биомаркерах, на инструментальных методах диагностики, после которой мы потом составляем индивидуальную карту. Иногда к нам приходят запросы на эстетику тела. Мы не говорим о походе, мы говорим о коррекции тела. И когда к нам приходят по коррекции, мы начинаем именно с этого аппарата, он называется метаболограф. Мы можем провести его в покое, можем провести его с нагрузкой. В покое мы можем вычислить обмен веществ. Это золотой стандарт на Западе. Все другие методы, они обычно расчётные, а здесь именно вычислительные по выдыхаемому воздуху. Обследоваться я готов. Что мне сейчас нужно? Присаживайтесь. Комфортно было? Слушайте, да, я расслабился. Расслабился довольно в порядке, я себя чувствую. Однако ваши взгляды в сторону монитора меня немного пугали. Со мной что-то не в порядке? Почему не в порядке? Всё стандартно, всё как бы нормально, но есть вещи, которые нужно вам озвучить, чтобы вы себя чувствовали ещё лучше. Ну вот смотрите, углеводы 96,6%. Это углеводный обмен. На самом деле для организма это не очень хорошо. Где вообще углеводы встречаются? Давайте так. Макароны, пицца, пельмени. Всё, что я люблю, в общем. А дальше? Всё мучное и сладкое. Дальше что мы будем с вами делать? Ну мы сейчас посмотрим состав тела, а потом дальше посмотрим остальные кабинеты, и я вам покажу клинику. Да, я знаю, что ещё вы можете избавить меня от стресса, от стрессовых состояний, да? Кстати, это является одним из провоцирующих факторов набора веса с хронической стрессовой ситуацией. Мама, я тебе всегда говорил, не надо меня нервировать. Я прошёл препарат инбадир, расскажите мне, что препарат, в смысле... Аппарат. Аппарат, да. Что со мной? Аппарат вам выставил 71 балл из 100 и предлагает снизить количество жира на почти 15 килограмм. Это моя мечта. Ну, значит, с помощью комплексного подхода мы будем двигаться к этой мечте. И через три месяца проверим, насколько это... Да, через три месяца я уже тут написал, что через три месяца повторное тестирование, ещё плюс я рекомендую вам. Здоровая кухня с доставкой надо. В вашей клинике можно ещё избавиться от стресса. Как это происходит? Это происходит в этом кабинете, я правильно понимаю? И в этом кабинете тоже. В том числе. У нас есть программа стрессопротекции. Основой этой программы является ксенонотерапия, ингаляция ксеноном. Я к обычным ингаляциям привык, а что такое ингаляция ксеноном? Считается, что пять процедур ксенона приравнивается двух недельным отпуска для вашей нервной системы. Вот это удивительно. Можно попробовать? Конечно, пожалуйста. Мы уже в третьей локации на сегодня. Что это? Расскажите, где мы находимся? Что это за интересная штука с названием? Ешедом называется. Это детокс-капсула, которую придумали японцы. Они запатентовали и не раскрывают длину волны инфракрасного излучения. Восемь процедур гарантированно выводят тяжёлый металл из организма. Поэтому мы в своих программах детоксикации предлагаем нашим гостям пройти детокс-капсулу. Ну, давайте попробуем. Георг Зорикович, спасибо вам большое за эту экскурсию. Спасибо, что раскрыли мои секреты и моего организма. И я так понимаю, увидимся через три месяца, правильно? Да, через три месяца мы вас ждём. Договорились. И я начну правильно питаться, избавлюсь от тяжёлых, тяжёлых же углеводов мне надо избавиться. Лёгких. От лёгких. Договорились. Постараюсь изо всех сил. Посмотрим, что покажет ваш аппарат через три месяца. Всего доброго. Всего доброго. Я ему главное говорю, да похудей ты уже, ну надо тебе. Да, нет, нет, пошёл к специалисту, сколько ему сказали, 15 килограмм? Ну вот. А что это он вчера, кстати, на обед ел пасту карбонару? Да, тоже. Ну, Егор, ну ты заценил вообще современную медицину? На что она способна? Очень круто. Но мне кажется, Влад всё равно через три месяца придёт, а ему уже 20 надо. Потому что начинается сезон шашлыков. Ну, а ещё сезон, вообще-то я в него верю на самом деле, потому что сейчас же и летний сезон, может быть, он действительно, у него мотивация к пляжному сезону подготовиться, как-то, не знаю, преобразиться, например. Ну и, скорее всего, после этого он подкачается и заведёт себе тикток. А, возможно, ещё будет третий сезон, например, нашего открытого сердца, например. Свободного сердца, да. Свободного сердца, да. Кстати, да, друзья, никуда не переключайтесь, мы в вечернем выпуске пригласим очень известную тюменскую тиктокер, что она, кстати, ещё модель, преподаватель английского языка из Замбии. Её зовут Масилиса Мутумба. Кстати, у человека почти миллион подписчиков. Да, это просто невероятно, да. На самом деле она расскажет нам о своей родной Замбии, о своей популярности. Так что обязательно подключайтесь в 16.30, мы увидимся с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова